В Калифорнии нелегальных иммигрантов выгоняют из приютов. Джо Байден и Дональд Трамп отправятся на границу с Мексикой. Закроют ли пункты пропуска? В каких странах почти нереально получить турвизу в США? Какие ошибки делают иммигранты, заполняя важные документы и стажировки для иностранных студентов в лучших компаниях США? В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Вы смотрите рубрику «Надо валить» на YouTube-канале Бюро. Здесь мы обсуждаем только самые важные актуальные проблемы иммиграции. Ну и, конечно, тем и вопросов у иммигрантов, как обычно, много. Поэтому, пожалуйста, не тратим время зря. Поставьте лайк этому видео и напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вы нас смотрите и какие темы иммиграции вы бы хотели обсудить. Ну и, конечно же, дождитесь ответа на свой вопрос. Также задавать вопросы вы можете в ленте комментариев к этому видео. Я напомню, что наши обзоры о том, что происходит в Америке, выходят вечером по Нью-Йорку. А эта рубрика посвящена только иммиграции. Мы начинаем. Начинаем, как обычно, с новостей. Итак, в Сан-Диего нелегальных иммигрантов выгоняют на улицу. Деньги в городском бюджете закончились, поэтому чиновники решили закрыть один из приютов для тех, кто приезжает в Сан-Диего из Мексики. Известно, что этот приют получил от мэрии 6 миллионов долларов и разместил более 80 тысяч иммигрантов. Но сейчас финансирование прекратилось, и приют пришлось закрыть. В итоге полторы тысячи нелегальных иммигрантов оказались на улице. Ну и, как обычно бывает в таких ситуациях, власти Сан-Диего обвинили в закрытии центра федеральное правительство, которое не предоставило городу нужное финансирование. Ну а Джо Байден и Дональд Трамп приедут на мексиканскую границу в один день. Два кандидата в президенты решили посетить южную границу США. Джо Байден и Дональд Трамп совершат поездку в Техас в четверг, 29 февраля. Правда, маршруты у кандидатов будут разные. Вот, например, Байден приедет в Браунсвильм, тогда как Трамп отправится в Игл-Пас. Но вообще Белый дом сообщает, что президент Байден встретится с сотрудниками пограничной службы, полиции и местными политиками. Ну а Трамп, в свою очередь, по сведениям инсайдеров, выступит с речью, в которой раскритикует политику Байдена в отношении нелегальной иммиграции. Ну что ж, к другим новостям. Не забудьте поставить лайк этому видео и, конечно же, пишите комментарии. Как обычно, в редакцию YouTube-канала обращаются наши подписчики. И вот к нам обратился житель Грузии, который собирается эмигрировать в США. Георгий Картвиль... Извините, фамилия сложная. Картвилишвили сейчас активно ищет любые способы, чтобы уехать из страны. И вот Георгий написал нам в редакцию письмо и попросил как-то помочь. Ну вот прямо сейчас из Тбилиси к нам присоединяется Георгий. Также вместе с нами иммиграционный адвокат Алина Кац. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Да, Георгий, слышите ли вы нас? Да, я вас слышу. Да. Извините, сложная фамилия. С первого раза не выговорил. Но буду обращаться к вам по имени. Вы сейчас находитесь в Тбилиси. Расскажите коротко о себе и почему вы задумывались об эмиграции. Да, еще раз приветствую. Меня зовут Георгий. Я из Грузии, нахожусь сейчас в Тбилиси, живу в Тбилиси. Я живу здесь с рождения, работаю в банке, по одному из крупнейших банков Грузии. И как бы коротко все, что могу сказать о себе. Да, спасибо большое. Смотрите, вы хотите уехать в Соединенные Штаты. Вроде бы все у вас хорошо. Но какие способы вы уже, может быть, использовали для того, чтобы приехать сюда? Наверное, туристическая виза прежде всего. Да, способы у нас в самом деле несколько. Это всего лишь, наверное, два. Один легальный, а второй как бы нелегальный. Что сказать по легальным способам? Это как бы получить официальную визу. Это посольство из США, что довольно-таки очень сложно, так как очень многим моим друзьям отказывали в получении визы. Это я могу сказать как бы на примере моих друзей, которые пробовали, заходили в консульство, и им отказывали. Но у них при этом были все документы, готовность, и как бы не должны были отказать, но им отказали. Это довольно очень сложно. И также очень большие очереди в Грузии. Это на полтора года, на два года вперед очередь. Очень долго приходится ждать. И поэтому как бы нереально получить визу. И шансов очень мало. Хорошо, да. Вы сказали, что в принципе в вашей жизни все нормально. Но если говорить о том, например, о получении убежища в Америке, может быть, у вас есть какие-то основания, связанные с вашей политической позицией? Или вы боитесь, что будет дальше еще хуже? Вы не согласны, не знаю, с официальной точкой зрения партии вашей местной? Да, я давно уже являюсь в оппозиции, предъявляющей власти. Часто, если проходят митинги, я участвую во всех митингах, очень такая напряженная ситуация в стране. И есть опасения, что в адрес меня будет какое-либо преследование, и притеснение. Поэтому я планирую эмигровать в США, там, где будет безопасно, там, где буду я себя чувствовать в безопасности. Да, спасибо большое. Давайте Алине Кац, эмиграционному адвокату, предоставим слово. Вот в такой ситуации наверняка находятся многие, кто не может получить визу, и кого преследуют, кто участвует в митингах в своей стране против официальной власти. Скажите, пожалуйста, что делает в такой ситуации, Алина? Да, на самом деле получение туристической визы это не панацея в данной ситуации, потому что когда речь идёт о преследовании либо потенциальном преследовании в своей стране, то, пожалуй, я бы сказала, что на сегодняшний день только один путь, это путь через Мексику. Но критически важно помнить и знать о том, что прохождение границы через Мексику должно быть через приложение CBP-1. И я не устаю об этом говорить. Всевозможные источников и на консультации, особенно на консультации тех, кто планирует приехать сюда. Очень важно использовать приложение, потому что если вы приезжаете просто без приложения, вы пытаетесь пройти границу, вас пустят, но очень большой шанс того, что будет задержание, и вы будете находиться в детеншине много-много месяцев. И второе включается в силу Asylum Band. То есть вариант получить убежище, вы его перечеркиваете, собственно, с самого начала тем, что вы не приезжаете через CBP-1. Поэтому это просто обязательно, без вариантов. Да, Георгий, вообще сейчас интересно, какая ситуация в Тбилиси? Проходят ли акции? Или, может быть, сейчас такое затишье у вас? Обычно в Тбилиси очень часто проходят митинги, всякого рода это против действия власти, против коррупции. И как бы обычно этот митинг заканчивается содержанием большего количества участвующихся людей. Так что это обычно такое частое явление для Грузии, особенно и для Тбилиси. Ну, сейчас все спокойно, да? Не расслышал вас, извините. Сейчас все спокойно у вас? Сейчас более-менее все спокойно. Наверное, впереди у нас ждут выборы, которые будут проходить в этом году, это в 2024 году, в ноябре. И как бы перед выбором особенно это чувствуется на колене ситуации. И как бы все самое сложное впереди. Да, это правда. Георгий, может быть, какие-то уточняющие вопросы по этому приложению колени можете задать, если у вас есть дополнительные, потому что... Я сам интересуюсь, и многие спрашивают, интересуются, как легально попасть в США, если не получается получить визу, что вот... И даже упомянули по этому вопросу. И как бы многие даже не знают, что есть такой способ, как СИБП-1. Я сам планирую вот по этому способу, как бы... Ну, говорят, что там очереди большие, но это самый такой безопасный, легальный способ попасть в Соединенные Штаты Америки. Многие об этом даже не знают и не говорят. Те, кто помогают, обычно людям пересечь границу, добраться до границы. Это очень большая проблема. Было бы хорошо, чтобы люди знали больше информации, как попасть официально и легально в США. Да, ну, я бы хотел здесь добавить, как раз у нас на этой неделе вышел выпуск рубрики «Надо валить» здесь на YouTube-канале «Бюро». И у нас выступила семья из России, точнее супруга. И вот ее мужа, который прошел тоже по этому приложению, все-таки поместили в иммиграционную тюрьму, кажется, в Луизиане. И несмотря на то, что он воспользовался легальным способом, я это к чему говорю? Что вам, Георгий, тоже нужно готовиться к разному сценарию, что вы тоже можете оказаться в иммиграционной тюрьме. Это вы тоже понимаете? Да, ты того никто не застраховал, я знаю, да. Алин, ну, все-таки, вот перед тем, да, как уехать в Мексику, что Георгий должен, не знаю, там, подготовить? Или речь идет, все-таки он должен прям бежать из страны? Как вот к этому отнесутся офицеры, когда Георгий расскажет свою историю? Ну, вы знаете, на самом деле обычно, когда ситуация накалена, конечно, у людей особо нет времени принимать какие-то решения, собирать документы, они просто берут за минимальные вещи какие-то и уезжают. А с другой стороны, если сейчас более-менее спокойная обстановка, да, ну, просто в преддверии, да, выборов и так далее, понимая, что ситуация будет накаляться, и таким образом у него будет определенные последствия в связи с его участием в оппозиции, то было бы неплохо, конечно, собрать документы, доказательную базу, которую в дальнейшем можно будет использовать для предоставления его дела по убежищу. То есть, например, если он является членом оппозиционной партии, да, то есть взять документы, подтверждающие это, обязательно нужно иметь копии всех своих документов в свидетельство о рождении, если он находится в браке либо в разводе, то есть все документы, которые подтверждают его именное положение. И если он не хочет ввести с собой оригиналы, это понятно, потому что на границе их могут забрать или они могут быть утеряны. В Мексике тоже ситуация в ней очень благополучная, не очень спокойная. И я рекомендую создание Google Drive, и чтобы он загрузил туда все необходимые документы. И в дальнейшем, если у него кто-то остается в грузе, то сможет потом переслать оригиналы сюда, они не требуются, но уже ближе к концу дела. То это все нужно, конечно, организовать. Спасибо огромное. Благодарим за позицию и участие Георгия, который вместе с нами сегодня был на YouTube-канале Бюро, подключался к нам из Тбилиси. Спасибо, Георгий Акарт-Виллишвилле из Грузии, был вместе с нами сегодня, который собирается по приложению CBP-1 попасть в Америку. Благодарим вас, желаем удачи. Всего доброго. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. Спасибо большое, что смотрите нас. Не забудьте поставить лайк этому видео, пишите комментарии, как вы, например, оказались в Америке. Ну, а мы продолжаем еще несколько новостей. С 26 февраля уже повысились иммиграционные сборы за подачу формы Ай-97-907. Это запрос на премиальную обработку. Ну, вот, начать повышение тарифов в иммиграционной службе решились увеличение стоимости ускоренной обработки. Если кто-то не знал, то теперь для ускорения рассмотрения некоторых петиций вы можете запросить премиальную обработку, такой VIP. Это касается только тех петиций, для которых эта премиальная обработка доступна. Ну, а напомню, что уже совсем скоро с 1 апреля подорожание коснется всех основных форм, так что есть еще месяц, чтобы подать иммиграционные документы по старым тарифам. Важно, что люди с низким доходом будут иметь возможность на льготы по оплате. Ну, а нам интересно все-таки, какие же иммиграционные дела можно вот рассмотреть с помощью такого сервиса VIP. Давайте узнаем об этом. Кто имеет право воспользоваться этой услугой премиальной обработки? Алина, кто из иммигрантов могут воспользоваться таким способом? На сегодняшний день премиальной обработкой могут воспользоваться те, кто подают на различный бизнес петиции, то есть формы 125-й, форма 140-я. В принципе, эта опция существовала уже давно, просто сейчас пошлина ставит выше. Раньше она была 2500, сейчас чуть-чуть выше 2800 долларов. Также те, кто подают на визу талантливых людей у 1, они могут воспользоваться этим VIP-сервисом. И также на сегодняшний день 539-я форма, это форма о смене статуса, когда вы переходите из одного статуса в другой. Мы говорим про неиммиграционные статусы и определенные категории права на работу. Не все, но есть несколько категорий, которые подлежат ускорению. А вообще я хочу сказать, конечно, прием-прессинг-сервис я его очень рекомендую, я его очень люблю. Мы зачастую использовали его для наших бизнес-петиций, нашей интерес-виза, вейвор. И, конечно, это совершенно другой уровень сервиса, который предоставляется иммиграционной службой. На самом деле мы настолько привыкли, что иммиграционные службы так долго все рассматривают, с ними невозможно связаться, то есть это все целое мероприятие каким-то образом выяснить, что происходит с делом. Но когда вы используете премиум-прессинг-сервис, вы можете позвонить офицеру, который рассматривает ваше дело, на имейл и отвечают очень быстро, то есть буквально в течение нескольких часов вы получаете ответ. Если вдруг офицер вы не дозвонились и написали имейл, они дают вам обратную связь в течение 24 часов. И самое интересное, что в принципе они обещают решение по делу в течение двух недель, только если нет дополнительного запроса. То есть если есть дополнительный запрос, то около месяца. Иногда мы видим на полтора месяца это затягивается в зависимости от того, как долго мы им отвечаем на request for evidence. Так что если есть такая возможность, я очень-очень рекомендую. И все-таки если говорить о каких-то рисках, то есть какие дела не стоят отправлять с помощью вот этой услуги, то есть при премиальной обработке? Ну, вы знаете, на самом деле особых рисков я не вижу. То есть если по какой-то причине вы не хотите, чтобы ваше дело было решено быстро, или вы предполагаете, что у вас будут запрос на дополнительные документы, которые у вас еще не находятся в вашем владении, и вам просто нужно немножко больше времени, то, конечно, прям processing service не для вас. То есть если у вас уже все готово, и вы хотите как можно скорее получить результат, это то, что нужно. Спасибо огромное за разъяснение. Может быть, кто-то сейчас напишет в комментариях, кто уже воспользовался этой услугой и выскажет свое мнение. Пожалуйста, пишите об этом, но не забывайте задавать вопросы, которые касаются миграции. Пишите в комментариях эти вопросы, также вы можете отправить нам письмом на электронную почту редакции YouTube-канала Бюро. Задавайте эти вопросы, мы постараемся на них отвечать вместе с миграционными адвокатами, поэтому мы и выпускаем нашу рубрику надвалить на YouTube-канале Бюро. Ну, еще одна тема, которая может заинтересовать многих, компания Apple приглашает иностранцев на стажировку. Ну, и прежде всего такая возможность появилась у молодых студентов из различных стран. Программа доступна для студентов, тех, кто окончил бакалавр, магистратуру или уже является аспирантом и охватывает более 10 стран. Стажировки в Apple предусматривают даже оплату труда. Так что, если вы хотите воспользоваться этой возможностью, то в описании к этому видео мы оставим ссылку от компании Apple. Как обычно, мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам отправляете заранее. Они могут касаться разных тем иммиграции, получения политического убежища, получения грин-карты, например, по браку или воссоединения с семьей. Ну что ж, давайте начнем прямо сейчас. Вопросов много, постараемся ответить на них. Валерия Рытова нам сегодня написала, у меня такая ситуация, сын подросток, ему 13 лет, психологически тяжело переживает иммиграцию, еще и переходный возраст, ну а бабушка страдает тяжелым, опасным для жизни заболеванием. Может ли это служить основанием для получения адванс-пароля, чтобы ребенок мог съездить ненадолго в Россию? Как вы считаете, повлияет ли запрос вот этого пароля для несовершеннолетнего ребенка на кейс по политике? Вот такая сложная ситуация. Ну, я вам просто хочу сказать, что если изначально вы запрашивали убежище из России, то поездка ребенка у России абсолютно идет разрез с вашим кейсом, потому что, когда вы просите убежище, вы говорите, что не вы, не член вашей семьи вернутся в страну, из которой просить убежище не могут. Поэтому это что касается поездки в страну, из которой просить убежище. Если Россия не является страной, из которой просить убежище, но просто там находятся ваши родственники, я прошу прощения на том, безусловно, вы можете запросить адванс-пароль на основании психологического состояния ребенка, и что ребенку нужно поехать развеяться, повидаться с родственниками и так далее. Это возможно. Тогда в этом случае на ваше дело не должно повлиять никак. спасибо большое. Следующий вопрос от Марата Берда. Он пишет нам, можно ли получить шенгенскую визу в США, если уже есть грин-карта, но действует только российский загранпаспорт. К сожалению, подробности не знаю, но вот у Марата такой вопрос. Шенгенскую визу в США? Я правильно услышал? Да, да, да. Речь, скорее всего, идет о грин-карте, которую он получил после выигрыша политического убежища, и теперь собирается поехать в Европу. У него действующий российский загранпаспорт. Соответственно, вот, чтобы поехать в Европу, необходим шенген. Можно ли его... Я поняла вопрос, да, я поняла, что он спрашивает. Ну, на самом деле, виза нужна вам будет в любом случае. Есть определенный ряд стран, которые грин-карт-холдеров пускают без визы. Насколько я знаю, для Европы, и опять же, это больше вопрос, наверное, к иммиграционному адвокату, который работает в Европе. Насколько я знаю, держателям лин-карты нужно в их паспорт все равно получать визу, допустим, для россиян. Потому что в данном случае они будут смотреть на страну вашего гражданства, а не там, где у вас есть резиденство. Да, и дополнительный вопрос. Все-таки, если шенгенскую визу поставят в загранпаспорт российский, человек просил убежище именно из-за преследований в России, потом при получении уже американского гражданства, могут ли возникнуть вопросы? Ну, в теории, да, с другой стороны, у вас всегда есть вариант получить документ, который называется риэнт-репермит, это аналог тревел-документа, то есть таким образом вы можете путешествовать, используя вашу грин-карту и вот этот риэнт-репермит, что не меняет собственно ваше гражданство, да, то есть вы сможете получить визу, например, ваш риэнт-репермит в том числе, но во всяком случае в дальнейшем, когда вы будете подавать на гражданство, у вас не будет вопросов, почему вы собственно путешествовали по российскому паспорту. Спасибо большое. Ну вот прежде чем задать следующий вопрос, хочу поблагодарить всех молодых людей, студентов, которые отправляют нам вопросы, они касаются, конечно же, смены статуса, и вот, например, Ольга Кочелкина у нас спрашивает, как получить разрешение на работу студентам языковых курсов, или это невозможно? Есть такое в практике вообще? Это очень-очень сложно, потому что виза F1 не подразумевает под собой право на работу, можно попробовать подать, для этого нужна extreme financial hardship, то есть вы должны показать, что ваша финансовая ситуация настолько плоха, что без права на работу вам не выжить. Но с другой стороны, не забывайте, что когда вы подаете на F1, вы показываете, что у вас есть определенные средства, которые позволяют вам оплачивать ваше обучение, поэтому очень сложно потом доказать, что на самом деле вы платите за обучение, но при этом у вас extreme financial hardship. Спасибо большое. Важный вопрос, который касается ошибок при заполнении различных иммиграционных документов, и вот совершив такие ошибки, люди потом сталкиваются с проблемами в получении того или иного статуса или даже американского гражданства. Вот Лариса Фринюк нам написала, она пишет, что приехала в Америку много лет назад, и моя фамилия там Фринюк, как я и представил. Но моя мама приехала недавно в Америку, у нее фамилия та же самая, но в паспорте на всех документах пишется немножко по-другому. И вот сейчас она подает Лариса самам на воссоединение с мамой. Должны ли наши фамилии, спрашивает она, точно совпадать? Ведь у нас разница в одной букве. Что мне делать? Как быть в этой ситуации? Могут ли возникнуть проблемы? Абсолютно не нужно, чтобы справа на фамилии была одинаков. Единственное, что важно, когда вы будете делать перевод свидетельства о рождении, надо учесть тот фактор, что фамилии пишутся по-разному. И, соответственно, в переводе вы должны соблюдать то есть, или агентства, которые будут делать, они должны соблюдать тот спеллинг, который у вас идет в паспорте. Спасибо большое. Да, если есть у Ларисы дополнительные вопросы, надеюсь, что смотрит наш сегодняшний выпуск, задавайте в комментариях. Ну, а тем временем вот Талгата Абрахимов спрашивает. У меня друг, очень талантливый боксер из Казахстана, который участвовал в международных соревнованиях, ездил по миру, везде занимал призовые места. Какую бы вы ему визу посоветовали в данной ситуации и трудно ли ее получить? Ну, я думаю, что у 1 виза была бы неплохая, то есть, это виза талантливых людей, в том числе и в сфере спорта. Как сейчас дела с этой визой обстоят? Нормально выдают или отказов много? Отказ на какой 1, так и наш адрес визовый и в Рыбе 2. То есть, это такие очень даже рабочие петиции. Спасибо большое. Да, обращаюсь с тем, кто нас смотрит. Не забудьте поставить лайк этому видео. Конечно же, задавайте ваши вопросы в комментариях к этому видео. Мы продолжаем. И вот еще нам отправила вопрос Алла Беседина. Она пишет, мама приехала первый раз в гости в Америку к Алле по визе B1-B2 в гости. Но при въезде офицер не поставил никакой печати в паспорте. А также мы отдыхали в Мексике. Офицер опять не поставил печать при въезде в США. Но Грозно сказал, что у вас не получится продлить пребывание в Соединенных Штатах. Это нормальная ли ситуация, спрашивает Алла. И что делать в таких случаях? Что имел в виду вообще офицер? Офицер имел в виду, что когда человек выезжает за пределы США и потом по этой же визе возвращается обратно, то в теории этому человеку должны дать еще полгода на накаждение здесь в статусе туриста. Но это на самом деле на усмотрение офицера на границе. То есть они могут дать и месяц, и три, а могут и две недели. И вот, собственно, скорее всего, это имел в виду офицер, что на полгода дополнительно он не даст маме находиться здесь. Это очень легко проверяется. Штампы действительно сейчас зачастую не ставят в паспорта, но вы можете посмотреть рекорд, это называется Ай-94, то есть если вы в Гугл напишите Ай-94, вы можете посмотреть рекорд вашей мамы, там данные нужны, ее паспортные данные, имя, фамилия, дата рождения. И страна гражданства вы увидите, до какого числа она может находиться на территории США. Спасибо большое. На самом деле, может быть, здесь еще сыграло роль, что люди отдыхали в Мексике, да? Ну, не знаю, насколько это важно, где отдыхал человек. Нет, но на самом деле просто люди обычно едут в ближайшую страну, Канаду или Мексику, чтобы таким образом показать, что они выехали за пределы США, и потом через пару дней они заезжают в надежде, что они получат еще полгода разрешенного пребывания здесь. Спасибо большое. А вот уточняющий вопрос, Алла своей маме может ли продлить визу уже вот находясь в Соединенных Штатах, может быть, не знаю, мама хочет еще продолжить путешествие по Америке, да, предположим. Можно попробовать. Есть специальная петиция о продлении туристической визы. Насколько положительные результаты это уже другой вопрос, но, безусловно, можно подать на продление. Спасибо большое. Ну да, или в системе могут увидеть уже в иммиграционной службе ту самую галочку, которую поставил тот офицер на границе Мексики и Соединенных Штатов. Ну, надеюсь, что у Аллы и всех остальных наших зрителей и подписчиков будет все хорошо. Да, слышу сегодня у Алины немножко простуженный голос, поэтому отпущу вас прямо сейчас. Спасибо огромное, что вы все-таки нашли время присоединиться к нам, выздоравливать. Вы нам нужны здоровые уже для следующих эфиров. Спасибо огромное. Миграционный адвокат Алина Каз была вместе с нами сегодня на YouTube-канале Бюро. Спасибо большое. Всего хорошего. Ну, а я, Денис Чередов, благодарю каждого, кто смотрит нашу рубрику «Надо валить». Напоминаю, что здесь, на YouTube-канале Бюро, мы также рассказываем о том, что на самом деле происходит в Америке. Не пропустите наш вечерний эфир по Нью-Йорку. Ну, и в любое время пишите нам по адресу, который сейчас видите на своих экранах. Задавайте любые вопросы, мы постараемся на них ответить. Спасибо вам огромное за лайки. Спасибо, что смотрите. Вы тоже берегите себя. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин «Симон»!»